Всем доброго времени суток! Данное общее гадание на тему каких мужчин мне избегать. Кстати, напомню, что сейчас идет акция по Тару Альфонса Муха, проработка колоды сейчас идет у меня. Поэтому на сегодняшний день расклады по данной колоде можно заказать по льготной цене. Ну а мы продолжим. Каких мужчин мне избегать? Вот вопрос по данному гаданию. Вы можете выбрать вариант от 1 до 7 и слушать ваш ответ по сегодняшнему гаданию. Итак, я надеюсь, вы уже загадали карту от номера 1 до номера 7. Загадывайте карту и сейчас мы будем толковать. Для тех, кто загадал цифру 6, мы смотрим. И вот в чем проблема. Вам почему-то не нужен классический мужчина. Вам нужно избегать мужчину равноправного партнера. То есть вам возможно, конечно, это общий расклад и индивидуальные особенности характера каждого здесь посмотреть невозможно. Но тем не менее, я дам два варианта развития событий, которые подойдут вам. Вы решайте, какой из них более подходит. Первый вариант это когда вы должны искать мужчину покровителя, который будет действительно ведущим в ваших отношениях. Это не будет равноправное партнерство. Второй вариант это тоже отсутствие равноправного партнерства. Но в данном случае вы уже не являетесь ведомой. Вы уже являетесь ведущей. И вы действительно по данной карте занимаете лидирующее положение. То есть вас не устроит мужчина, который будет наравне с вами. Вам нужен либо более слабый, либо более сильный. То есть либо более состоятельный партнер. Или менее состоятельный, чем вы партнер. Выбирайте, кто вы по характеру. Если вы ведомый, то естественно вам подойдет более сильный партнер. Если вы ведущая, то естественно ищите мужчину более слабого, чем вы сами. Для тех, кто загадал четверочку. И мы смотрим. Карта выпадает замечательно. Выпадают сплошные сейчас пока что положительные карты. Карта солнца. Но она ложится в негативной позиции. Это может означать, что вам нужно избегать мужчин очень ярких, которые действительно визуально красивы, которые обращают на себя внимание и которые склонны к очень яркому проявлению эмоций. То есть такой мужчина-взрыв, который, приходя в любую компанию, становится не ее душой, а ее солнцем. Когда все, кроме как на него, ни на кого больше смотреть не могут. Вот такие яркие мужчины вам противопоказаны. Вам нужен несколько более спокойный. Вам не нужен такой, скажем, павлин с распушенным хвостом. Вам нужен более земной, более простой мужчина. Более понятный вам. И который уделит внимание не как солнце в равной мере всем, а который выделит среди всех женщин вокруг только вас. Потому что мужчины по солнцу это те мужчины, которые обращают внимание всех на себя. И своим вниманием тоже не обделяют всех. Вот вам такой мужчина по данной карте абсолютно не подходит. Кто выбрал карту 1, смотрим. Ну и что я могу сказать. По данной карте вам не подойдет мужчина, который находится постоянно в состоянии возбуждения. Но здесь есть два варианта. Либо вам не подойдет мужчина, очень быстро загорающийся и начинающий заниматься каким-либо делом, но не доводящий его до конца. То есть такие восторженные очень люди, которые зажигаются как спичка буквально, горят, но недолго. Вот такой вам не подходит. Либо вам не подходит мужчина, очень страстный, который постоянно думает о сексуальных наслаждениях. Скажем так, такой яркий и несколько озабоченный жеребец вам не подойдет. Вполне возможно, вы его не потянете. А какой из двух вариантов, которые я озвучила в вашем случае, выбирайте. Вы себя знаете лучше. Для тех, кто выбрал цифру 3, мы смотрим. Ну и тут я могу сказать, что вам не подойдет тоже два варианта. Первый вариант – это очень волевой мужчина, который будет буквально подавлять всех тех, кто его окружает. Мужчина, который будет навязывать свои правила игры, который является действительно очень сильным внутренне. Есть второй вариант. Это мужчины, которые суперсильны физически. Это может быть какой-то товарищ, занимающийся регулярно в тренажерном зале, например, Который больше времени уделяет своей фигуре, чем окружающим его женщинам. Ну или одной любимой женщине, например. Это человек, который может быть действительно озабочен своим внешним видом. Который хочет выглядеть сильным. И который все делает для того, чтобы сильной была его фигура, скажем так. Ну или это человек, который от природы наделен физической силой, но при этом не очень умеет, допустим, ей управлять. Который может просто нечаянно нанести вам какую-то травму. Вот тоже речь идет о таких людях. Что это в вашем случае? Какой из этих вариантов для вас менее приемлем? Решайте сами. А карты дают вам вот такого рода подсказку. Для тех, кто выбрал цифру 5, мы смотрим. И кто не подходит вам? Вы знаете, вам не подходит мужчина, который будет вами манипулировать. Вам не подходит мужчина, который продумывает вас на несколько шагов вперед. И всегда хочет вас привести к тому результату, который нужен ему, а не который нужен вам. То есть вам не подходят категорически мужчины-манипуляторы, которые живут по принципу разделяя и властвуй. При наличии человека такого рода в вашей жизни, тем более если вы допустите его близко к своему сердцу, вы можете получить большое количество разочарований. И вы можете по данной карте действительно получить мужчину, который отравит вам жизнь своими интригами. То есть интриган вам не нужен. Для тех, кто выбрал цифру 2, какой мужчина не подходит вам. И здесь можно сказать, что вообще карты как никогда положительные в сегодняшнем раскладе. Из отрицательных я, пожалуй, выбрала бы, наверное, только пятую позицию частично. Но по второй позиции выпадает великолепная карта, которая говорит о том, правда, что вам не подходят очень состоятельные мужчины. Вам не подходят прежде всего состоятельные эгоисты, которые зациклены на своем материальном положении, которые желают везде обслуживания класса люкс, которые везде ищут там, где подороже, там, где побогаче. И такие мужчины, которые действительно склонны прежде всего думать о чем-то материальном. Нет, деньги в жизни это неплохо, это замечательно, когда они есть. Это просто прекрасно. Но такой мужчина будет думать, что все можно купить за деньги. В том числе и вас можно купить. Это его позиция. Поэтому такие люди, которые говорят сразу же о том, что вся, любая проблема в жизни решается суммой какой-то. Это в том числе и покупка человека, покупка его доверия, покупка его расположения. Но вот тут вот вам нужно просто разворачиваться и бежать. Бежать от такого мужчины, даже если он вполне себе состоятелен. Ну и для тех, кто выбрал цифру 7, мы смотрим. Но тут опять, слушайте, супер положительные карты. Просто сегодня ложатся. Расклад какой-то просто невероятный, волшебный. Ну и здесь по данной карте мы можем привести, опять же, несколько вариантов. Первый вариант это вам нужно избегать женатых мужчин. Однозначно по карте десятка чаш мы можем сделать такое предположение. Второй вариант по данной, по этой же карте. Мы можем сказать о том, что вам нужно избегать мужчин, как бы это ни странно звучало, которые считают крепкой семью, которая основана не на материальном, а на душевном. Это те люди, которые прежде всего ценят такой, знаете, именно доверительный комфорт и теплоту. Они, кстати, обратная сторона медали, могут жить по принципу с милым рай и в шалаше. Но если вас не устраивает рай в шалаше, то такого рода мужчин вам, естественно, нужно избегать. Также данная карта может говорить о том, что вам лучше избегать мужчин, у которых есть дети от предыдущих браков. Такое тоже по данной карте может выходить. Ну а какой из трех вариантов более вам подходит, озвученный по данной карте, судить уже вам. Вы знаете свой характер лучше. А я еще раз повторю, что это общий расклад, в котором, конечно, индивидуальные особенности каждого человека, сотен людей, которые смотрят данный расклад, конечно, выделить нельзя. Но если вас заинтересовали некоторые моменты, которые дают вам советы, как вести себя в личной жизни, вы можете заказать индивидуальный расклад и получить исчерпывающую информацию именно о себе, именно о ваших каких-то личных особенностях и о вашем ходе судьбы. Ну а я желаю всем избежать опасностей, не вляпаться в отношения с мужчиной, который вам не нужен, а встретить того любимого, прекрасного, любящего, который действительно сможет стать вам полноценным, полноправным партнером в жизни. Я желаю всем удачи и до встречи, до свидания.